В Хакасии стартовал республиканский чемпионат по конному спорту. Всадники соревнуются в манежной езде, кроссе и конкуре. Из-за опасности распространения коронавируса среди участников только спортсмены из Хакасии, а сами состязания проходят без зрителей. Но сути это не меняет. Петр Пермяков продолжит. Долгожданные соревнования начались в манежной езде. В данном случае главное не скорость и умение эффектно преодолевать препятствия. Судьи прежде всего учитывают точность выполнения заданных упражнений. Этого можно достичь только когда всадник и лошадь идеально чувствуют друг друга. Есть еще понятие в международной терминологии «счастливый атлет». То есть лошадь должна создавать впечатление абсолютно довольного жизнью, счастливого животного, которое с удовольствием делает все, что делает всадник, а воздействия всадника со стороны не должны быть заметны. Воспитанница конно-спортивной школы София Никифорова уверена в победе, потому что знает, консул не подведет. Вместе с ним девушка взяла серебро на всероссийских соревнованиях. По словам Софии, секрет успеха прост. Нужно работать с лошадью не один день, очень сильно стараться и договариваться с конем. Я думаю, у меня получается. В этом году COVID-19 помешал приезду в Хакасию мастеров конного спорта из Новосибирска, Красноярска, Кузбасса и Алтая. Но для республиканских спортсменов, засидевшихся на карантине, участие даже в усеченном варианте чемпионата – само по себе праздник. Лето прошло, по сути, в пустоту. Они засиделись дома. И вернуться к физической активности, плюс общение с лошадьми, они только рады. Чемпионат завершится в субботу. По его итогам будет сформирована сборная Хакасии. Она представит республику на чемпионате России. В прошлом году воспитанники конно-спортивной школы ездили в Екатеринбург. Домой вернулись с победителями почти во всех заездах. Петр Пермяков, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия.